Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Разговор о медицине» и ее ведущий доктор Смирнов. У нас сегодня в студии Алексей Юрьевич Кузнецов, специалист автоматизированной системы управления. И мы сегодня поговорим о цифровых технологиях. Цифровые технологии в медицине, насколько они используются и вообще об этом разделе работы. Алексей Юрьевич, вообще по данным исследований мировых, сейчас цифровые технологии занимают ведущее место в работе учреждений медицинских. И порядка 92% медицинской организации, если они используют все эти современные методики, современные цифровые технологии, то они достигают очень хороших таких успехов в работе. Скажите, пожалуйста, начнем с телемедицины. Что такое телемедицина? Сейчас это очень современно. В каких моментах она используется? Для чего? Вот об этом. Добрый день. Телемедицина, основной аспект, как бы сейчас развивается в двух направлениях, это врач-врач, консультации и врач-пациент. То есть два вида таких? Два основных направления, да. Вот врач-врач будет подразумевать под собой в какой-то мере консультацию одного специалиста с другим, и в том числе консультация врач и консилиум, например, дополнительно, если мы будем говорить о консультации с каким-нибудь федеральным центром, например. Что касается консультации врач-пациента, это больше развитие как бы внутри регионального уровня, то есть мы оказываем телемедицинскую помощь именно пациентам. То есть тот же самый вид приема, скажем так, обычный пациента, только посредством телемедицинских консультаций. В законе о телемедицине, в принципе, сразу сказано, что здесь будет идти речь не о первичном приеме ни в коем случае, то есть это в любом случае будет повторная консультация, или динамическое наблюдение, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, где уже известны заболевания, есть какая-то тактика лечения, назначены препараты, нужна корректировка этого лечения, или продолжаем лечить по той же схеме, скажем так. В динамике наблюдать пациента, отслеживать их хронические заболевания, то есть больше на это нацелено. Я знаю, что у нас это все развито, телемедицина все-таки идет такими постепенными шагами к развитию. И одновременно с этим еще, Алексей Ильич, давайте скажем, какие еще, кроме телемедицины, используются цифровые технологии у нас именно в разделе исследований, может быть, диагностики, лечения? Ну, я про, да, скажем так, смотрите, у нас развивается также система архива изображений, например, в регионе, а очень активно, отлично пользуемся. Есть система помощник принятия врачебных решений при помощи искусственного интеллекта, непосредственно встроенный модуль в региональную медицинскую информационную систему региона, позволяет анализировать обезличенные данные пациентов, проводить их аналитику и выдавать возможные риски хронических заболеваний, развития, корректировку тактики лечения, например, пациента. Но ни в коем случае, то есть это не замена решения врача, а только как бы аналитика данных и какие-то подсказки и вектор развития, точки какие-то такие, скажем так, фиксирующие, на которых доктор должен обратить внимание и уже в помощь ему воспользоваться советами. Ну, это тоже очень интересно. Алексей Юрьевич, еще хотел спросить вас про электронную медицинскую карту. Это вот прям двойник амбулаторной карты или все-таки это немножко другое, да? И какие разделы доступны для пациента? Электронная медицинская карта на пути своего установления, да, это был как бы некий отдельный вид документа, как бы отдельно своим чередом шел. Сейчас, скажем так, это двойник, потому что основным направлением сейчас как бы идет внесение информации в электронную медицинскую карту и бумажные данные, скажем так, дублируются только для того, чтобы соблюдать требования законодательства, направления их в определенной организации. Мы стремимся перейти полностью к электронному документообороту, но пока как бы еще сохраняется бумажный носитель. Основные отличия, да, что в электронной системе есть основные направления, это целостность данных, как бы конфиденциальность их и достоверность. Нельзя изменить те данные, которые пациенту уже были внесены доктором. Доктор подписывает, например, свой осмотр. Электронную подпись. Электронную подпись личной, то есть он уже подтверждает. Там уже изменить ничего нельзя, уже все. Изменить эти данные ничего нельзя. Ко всему прочему, эти данные после подписания документа уходят в госуслуги непосредственно пациенту и приходят ему в виде документа в личном кабинете. Сообразное уведомление такое, да? Мое здоровье, да. Вот так же уведомление, как, скажем так, те же штрафы, да, приходят. Вы увидите, что вам поступил новый документ. То есть такой идет, в принципе, даже в какой-то степени контроль, да, идет такой двойной. Да, в том числе пациенты могут отслеживать, как бы, посещение, свои посещения в медицинских организациях. Также, как бы, контроль определенного рода. Вот, опять же, отслеживать, что действительно доктор ему прописал, что отображает в его истории болезни. Также направляется в госуслуги исследование, больничные листы, направление на МСЭ. То есть достаточно большой спектр документов, которые пациент может отслеживать. Алексей Юрьевич, ну вот, векто развития здравоохранения, да, и в частности вот Ульяновского здравоохранения, это, конечно, именно удовлетворенность пациентов, это доступность к качеству медицинской помощи. Об этом губернатор говорил тоже, да, вот, совсем недавно. Вот, и все поддержали это тоже, да. Что нужно двигаться в этом направлении. Вот, цифровые технологии, насколько они все-таки помогают, да, и сколько нам нужно еще сделать, как, ну, на ваш взгляд, как специалиста, для того, чтобы действительно это вот шагнуло такими большими шагами, и действительно помогло и в плане, там, удовлетворенности пациентов, и в плане совершенствования рабочего места, врача, да, и, ну, вообще, медработника в целом. Ну, здесь, знаете, какая ситуация, развитие программного обеспечения, в целом цифровизации отрасли, у нас, в принципе, все есть до этого, да? Большая проблема, скажем так, это кадровый дефицит. И тут отсюда неудовлетворенность, по большей части. Сейчас, как бы, да, президент задал вектор развития и укрепления, и стимулирования медицинских работников, что, в свою очередь, должно подстегнуть молодежь, как бы, задерживаться. Ну, это в целом, Алексей Ильич, я хочу сказать, что это в целом такая мировая проблема, да, потому что сейчас вот прогнозируется, что, в принципе, еще на 3,5 миллиона будет кадровый такой дефицит, да, еще прибавится, то есть, по сравнению даже с 2017 годом, там было 10,5 миллионов, да, в мире не хватало медицинских сотрудников, работников, да, а сейчас еще на 3,5 миллиона. Это в целом мире вообще идет, да, такая тенденция, и, конечно, и у нас это тоже происходит, к сожалению. Президент задал вектор, будем как бы стремиться. В том числе и узких специалистов, да, и в этом плане тоже нужно работать. Да, здесь большая проблема. Ну, мы сегодня поговорим больше все-таки о цифровых технологиях, да, конечно, ну, они, почему у нас, получается, мы касаемся тоже этих тем, да, потому что это все неразрывно связано, потому что все эти современные технологии, все эти инновации, да, информационные, они неразрывно связаны именно с лечебным процессом, с диагностикой, опять же, с доступностью к качеству медицинской помощи, и поэтому в этом направлении нужно двигаться. Кстати, одно из таких направлений, вот онлайн-запись к врачам, к специалистам, насколько у нас, ну, вообще, я все время об этом говорю, что у нас можно записаться пятью способами, да, в принципе, и, то есть, там, электронная запись, да, есть и по телефону, и через госуслуги, да, и... Информат. Информат. То есть у нас все есть для того, чтобы, в принципе, в специалисту попадать. И есть срок до двух недель, да, в который пациент должен попасть к специалисту, да, есть лист ожидания, это тоже в помощь пациентам сделано, и, в принципе, у нас, вот я даже вот тоже в практическом здравоохранении, да, я вижу, что, в принципе, так уж больно, по большому счету, недовольных пациентов нет, в принципе, по записи, да. Бывают, конечно, какие-то пробуксовки немножко, но в целом, вот эти информационные технологии, они очень нам помогают в этом плане. Вот давайте по онлайн-записи скажем, и если есть какие-то, раз уж мы заикнулись, если есть какие-то проблемы вдруг, да, то давайте скажем, куда нужно обращаться и кто их решает? Давайте. Онлайн-запись, да, то есть после того, как мы полностью перешли на госуслуги в регионе, до этого у нас существовало два портала, альтернативных это был госуслуги и доктор-73. Прекрасно существовали, но не выполняли некоторые показатели по федеральным проектам. Отказались от портала доктор-73, все цело перешли на госуслуги. Было некоторое время негодования пользователей, так как не было необходимости в доктор-73 авторизовываться через госуслуги. Народ привык, перешли, записываются. Функционал очень удобный, достаточно востребованная услуга. Одна из самых значимых услуг в разделе «Мое здоровье» – это запись на прием к врачу как раз непосредственно. Какие проблемы бывают? Сталкиваются пациенты у нас с проблемами при записи, когда выйдутся, например, технические работы на сервере. Портал госуслуг не зависит, скажем так, от регионального уровня. Мы не зависим фактически от федерального. Это просто сервис для того, чтобы выставлять расписание наших специалистов там. И когда у нас проходят регламентные, технические или внеплановые какие-то работы на серверах нашего региональной медицинской информационной системы, в этот момент пациенты, к сожалению, не могут записаться. Какие действия? Ну, если у пациента неотложное состояние, скажем так, да, то два варианта основных. Можно сразу на платформе обратной связи воспользоваться на сайте госуслуг и оставить сразу обращение. Оно будет перенаправлено в ту медицинскую организацию, которую он укажет, если касается не по месту прикрепления, скажем так, пациента, или специализированный, если он пропишет сразу, что я обращаюсь, вот, хочу записаться, например, в областную больницу взрослую, в кожевенодиспансер, там, в, не знаю, спеццентр, условно, просто, то есть, да, любая организация, к которой он непосредственно не прикреплен и не относится. И второй вариант, если человек хочет именно записаться до текущего момента, он всегда может воспользоваться звонком в колл-центр непосредственно той организации или регистратуру, где как реализован механизм записи, позвонить, уточнить свободные слоты, записаться. По доступности слотов сейчас в регионе стопроцентная доступность по всем каналам записи, то есть, будь то информат, будь то электронные записи через портал госуслуг, через колл-центр, регистратуру, неважно, каким способом пациент обратится для записи, ему в свободных слотах не откажут. Что касается записи на госуслугах, сейчас реализован проект, то есть, он идет федеральный, опять же, 14 основных специальностей, по которым предусмотрена запись, и к ним не нужно направление отдельно от врача-терапевта или врача общей практики. По всем остальным специалистам, то есть, сначала нужно записаться на прием к врачу-терапевту или по месту жительства, или к врачу общей практики, если обслуживают данный участок врач общей практики, и уже по необходимости доктор формирует направление и записывает его или ставит в лист ожидания по мере необходимости, то есть, и занятости специалистов. Алексей Юрьевич, автоматизированная система управления, она есть в каждой медицинской организации, в каждом лечебном учреждении. На самом деле, это надо, наверное, несколько программ, чтобы рассказать весь ваш функционал, насколько это важно, в каких разделах вы работаете, именно в плане лечебного процесса и диагностического. Все-таки, хотя бы в двух словах, основное направление и основная специфика представителей ОСУ в каждом лечебном учреждении. Развитие цифровизации в непосредственной медицинской организации, методическая помощь, обучение специалистов. Вот когда приходят какие-то новые, внедряются новые модули, новые программы, все это проходит обучение в конечном итоге, до конечного пользователя доводится через специалистов ОСУ. Обеспечение информационной безопасности, защита персданных пациентов, так, чтобы не только пациентов, но и врачей в том числе. То есть размещение информации на том же сайте наших специалистов, докторов и прочих специалистов административно-управленческого персонала, скажем так, тут все тоже входит в работу специалистов отделов ОСУ. Где-то это информационных технологий называется отдел, где-то это отдел ОСУ. Название может быть масса, задачи одни. Ну я знаю и сам знаю, и уверен в этом абсолютно, что вот за этими словами там огромный пласт работы лежит. Я понимаю, что сейчас без автоматизированной системы управления практически невозможно даже шаг шагнуть, потому что на самом деле, то есть информационные технологии настолько сейчас вошли в нашу жизнь, в нашу работу, в нашу специфику, то есть без этого уже невозможно. И все вот это нацелено. Ну казалось бы, вроде бы где-то идет отдаление от пациента, вот эти информационные технологии, там все. Но на самом деле это совсем не так. Это делается наоборот в плане большей контактности, коммуникабельности какой-то с пациентом, чтобы действительно мы могли отразить те же диагностики, исследования, анализы, чтобы мы все это видели всегда. И потом вот эти стандарты, стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, мы работаем по ним. Они сейчас в электронном виде, все это есть. И вот, кстати, говоря об этом, я знаю, что в Москве уже есть помощник врача, интеллектуальный помощник врача. Как говорится, такой первый шаг идут, как искусственный интеллект. Вот вы вообще как к этому относитесь? Насколько это близко к нам уже подходит? И на самом деле есть же плюсы и минусы, наверное. Все-таки самому врача-то никто не заменит. И вы хорошо сказали, что все идет в помощь только врачу. Да, все верно. Врача в ближайшей перспективе, давайте говорить так, в ближайшей перспективе никто не заменит. Абсолютно верно. Доктору только в помощь искусственный интеллект. Аналитика больших данных. Электронная медицинская карта позволяет собирать большое количество информации о пациенте, о его здоровье, его данных. Все это искусственным интеллектом и подсистемами обрабатывается именно в обезличенном данных. То есть нет ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни каких-то его контактов и прочего. Все это анализируется и направляется уже непосредственно врачу в сжатом виде, в собранном, уже с выкладками о его показателях, рисках и возможных каких-то проблемах со здоровьем пациента. Поэтому будущее у этой системы определенно есть. Вектор развития этого направления тоже в медицине присутствует. Сейчас даже кибернетики уже есть в обучении в медицинских вузах. То есть развитие этой отрасли, искусственного интеллекта в медицине однозначно присутствует. Дальнейшая судьба его будет. Видно, в 10-15 лет, я думаю, что будут какие-то ощутимые изменения. Возможно, появятся даже какие-то роботы-помощники, которые смогут предоставлять, анализировать или, может быть, выполнять какую-то рутинную работу в виде опросов, анкетирования, скажем так. То есть понятно, что принятие каких-то значимых вопросов, взять на себя ответственность за постановку диагноза, не думаю, что в ближайшее время доверят роботу. Ну, вообще, кстати, вы сейчас сказали об этом, что сбор анкет, анализы, это все действительно такая рутинная работа, которая тоже нужна, необходима, чтобы потом выработать какой-то вектор развития одного или того направления в медицине. Вот сейчас, например, репродуктивное здоровье проект, тоже мужчин, женщин молодых смотрят, чтобы потом действительно в какой-то степени влиять на демографию. То есть на ранних стадиях уже факторы риска, начальные стадии заболеваний, которые именно на репродуктивную систему могут повлиять. И это, опять же, тоже мы без информационных технологий просто не обойдемся. Это потому что такая рутинная работа. И вот наши телезрители, я тоже хочу сказать, что мониторинги, наверное, немножко такое слово «мониторинги», они скажут, ну вот для чего там, это больше как-то нам, к медикам, это все нужно. Но без этого тоже невозможно, потому что сбор статистических данных, мониторирование их, это потом выработка какой-то тактики лечения инфекционных болезней, эпидемиологической настороженности и так далее. То есть хронические инфекционные заболевания, факторы риска. То есть вот это все, сбор аналитики позволяет потом дальше двигаться нам. Да, задает стратегию развития региона, отрасли, в принципе, конкретно выделенного медицинского учреждения. Все эти мониторинги призваны сокращать смертность, повышать рождаемость, сокращать какие-то хронические заболевания. С БСК мы прекрасно, наши врачи борются, сахарный диабет у нас серьезно мониторируется. То есть все эти пациенты, группа риска, они отслеживаются, и именно для этого внутри медицинской сферы созданы мониторинги. Куча разных отчетов. И потом, чтобы вот, например, тоже у пациента, мы все время говорим о диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах, насколько это важный, такой раздел нашей работы. Опять же, тоже без информационных технологий, ведь занимает диспансеризация порядка 30-40 минут. И это опять же тоже с учетом информационных технологий, это помогает нам сократить время пребывания пациента для этих исследований и все прочее. То есть их введение в систему и так далее, их анализ потом, анкетирование, анализ анкеты и все прочее. То есть пациент получает уже конечный результат. То есть какие-то рекомендации от врача, как ему вести образ жизни, какие ему надо лекарства, или там надо на второй этап идти и так далее. Да, для пациента получается он видит конечный результат своей деятельности, а рутинную работу он не замечает, хотя в некоторых случаях бывают какие-то сложности, например. То есть он не может пройти сам в первый же день диспансеризацию, как это предусмотрено, ввиду каких-то особенностей позднего прихода или прочего. Но ведь диспансеризация у нас не раз в жизни проводится, она же регулярно проводится. И, соответственно, информационная система позволяет накапливать эти сведения. Потом врач возвращается к этим сведениям, просматривает накопленную информацию о пациенте, оценивает факты риска, которые были в предшествующие случаи. И, соответственно, делает выводы. И нам сейчас нужно, получается, диспансеризацию должно пройти не менее 70% населения в Ульяновской области. Ну и как во всех регионах такая же тенденция, поставлена задача. Поэтому, я думаю, информационные технологии нам тоже в этом помогут. Потому что это, во-первых, вызов пациентов для прохождения диспансеризации. Я думаю, еще впереди как-то надо будет продумать, потому что сейчас такая проблема есть. Сейчас мошенники, интернет-мошенники и так далее. Как-то раньше вызывали с помощью сообщений и так далее. Сейчас немножко вот это вот... Да, вот как бы мошенники, активизирующиеся, сейчас, скажем так, вносят свою лепту в работу службы. Приходили смс-оповещения от тех же страховых компаний, в которых застрахован пациент непосредственно. Мы им направляли списки пациентов, соответственно, подходящие к годам под критерии. А регистр страхованный тоже, да, он создается, в принципе? И сразу отсюда вытекает профиль здоровья человека, да? Он существует у нас? Ну, в перспективе, я имею в виду. В перспективе идет развитие в этом направлении. То есть база сейчас создается потихоньку? База создается для этого, для накопления сведений. Опять же, те же... Те же госуслуги призваны помочь и пациенту, и врачу, пациенту с тем, что он может сегодня проживать в Ульяновской области, а завтра перебраться в Москву, предположим, или к соседям, к нашему Самарской области. И прибегнуть к медицинской помощи там, чтобы не собирать весь этот анамнез, его объективные статусы, истории болезни, медицинские исследования, которым проходил те же кровь, скажем так, основные исследования. Все это будет на госуслугах, и все это будет в цифровом профиле пациента непосредственно храниться, и обменивается информацией по разрешению пациента предоставить эту информацию той или иной клинике. В том числе предусматривается в дальнейшем развитие и частных клиник, внедрение этих документов в частной медицине. Алексей Юрьевич, давайте еще поговорим о системе ПАКС. Что это такое? Хотя в нескольких словах вообще, для чего это нужно? ПАКС-архив – это архив медицинских документов, таких как рентгенография, снимки, скажем так, КТ, МРТ, хранение их, УЗИ, диагностика может включаться в себя. То есть все виды функциональной диагностики, да, тоже? Все, что связано с цифровой, по большей части. Сейчас практически все цифровое, да? Цифровое, да, но, скажем так, именно эхокардиография, например, пока не включает в себя. Ну, вы основные назвали, это вот УЗИ, МРТ, компьютерная томограмма, основные, рентгенография. Здесь самым важным фактором является быстрая доступность к этому архиву пациентов данных. То есть большой массив, большой объем. В поликлиниках, в больницах региона у нас в день проходит 100-200 просто снимков рентгеновских, скажем так. И в учреждениях, где присутствует КТ и МРТ, тоже достаточно большое количество исследований, что, в свою очередь, занимает большое пространство именно в базе данных. И ПАКС-архив призывает решить эту проблему. Он хранит эти данные, позволяет в любой момент вернуться к этим данным непосредственно специалистам рентгенслужбы, профильным специалистам по необходимости, это травматологам, хирургам, отоларингологам, другим специалистам, скажем так. То есть доступ будет предоставлен, и он может увидеть эти сведения. Опять точно так же, то есть по разрешению доктора и доступ к пациентам. Васильевич, а вот автоматизированная система управления, ну, мы уже сказали об этом, что она есть в каждом медицинской организации, в каждом учреждении. Вот насколько идет взаимодействие между собой, да, вот вообще у нас в регионе, и есть ли взаимодействие, например, с другими регионами, там, может быть, даже какие-то консилиумы, именно информационные, именно ваших сотрудников, представителей АСУ именно? В рамках предусмотренных, в рамках рабочих деятельностей, скажем, сферы нет. Но обращаются также коллеги, бывает, из других регионов посмотреть. Мы же можем чему-то научить даже, да? Нашу практику посмотреть по информационной составляющей. Ну, она же в совокупности всегда завязана с медицинской частью, неотъемлемой частью информационной составляющей. Как отражение, да? Медицинская деятельность. То есть вся наша суть вокруг крутится вокруг медицинской сферы, вокруг обслуживания, вокруг того, чтобы пациент получил качественную медицинскую помощь. Соответственно, у кого-то есть какие-то достижения, какие-то новшества, разработки, и, конечно же, когда об этом заходит речь на каких-то семинарах, форумах, конгрессах, само собой созваниваемся, как регионы, тот же самый Минздрав обращаемся региональный, с просьбой командировать, посмотреть, приехать, поделиться. Алексею, может такой, ты просто такой вопрос хочешь спросить, да? Я знаю, что иногда используют флеш-носитель, флеш-карты, как память. И пациент может прийти с флеш-карты и сказать, я хочу, чтобы мне сюда занесли какие-то исследования или какой-то осмотр. Или, например, он где-то принялся у какого-то врача, даже в той же частной клинике или специалистом другой медицинской организации. И врачу, чтобы показать это все, он может как-то... Или это в будущем как-то... Вы видите это все, взаимодействие такое? Ну, на текущий момент, например, в выгрузках тех же самых рентгеновских снимков, КТ, МРТ, исследования уже сейчас реализованы. Есть варианты на флеш-носители выгружать и выгружать на компакт-диски. Но предпочтительнее все-таки в системе для соблюдения информационной безопасности компакт-диски. В приоритете... 152-й федеральный закон, да? Конфициент информации тоже. Исключить факт заражения. Ну, это тоже, конечно. Техники компьютерные для того, чтобы... Поэтому, по факту, все документы, которые выгружаются, которые оформляет доктор, мы загружаем в ЕГИС-СЗ. То есть на госуслуги для пациентов они доступны. В моем здоровье, да, они не приходят ни в день приема, ни на следующий день. Есть небольшие задержки. Но все-таки этот осмотр будет загружен. И опять цифровой профиль врача, пациента, о чем мы говорили с вами ранее, когда будут включены частные клиники. То есть мы пройдем в конечном итоге к тому, что все данные будут аккумулироваться в одном месте. Пациент будет видеть полностью весь свой осмотр. Соответственно, вот флеш-носители и компакт-диски будут не в чем совсем. Потеряют актуальность с вами, все верно. Алексей Ильич, ну и уже так по доброй традиции, какие-то, может быть, ваши пожелания, ну, может быть, даже какие-то мечты в плане вашей работы именно как специалиста АСУ? Наверное, больше пожеланий. В первую очередь нашим гражданам оставаться здоровыми, приходить на диспансеризацию, уберечь свое здоровье с молоду для подрастающего поколения. Скажем так, не игнорировать симптомы организма, которые говорят о том, что пора обратиться к врачу. Первое. А второе, это важно сейчас очень быть внимательными и бдительными по отношению как раз к мошенникам. То есть медицина и, в принципе, администрация и правительство наше стремится помочь гражданам, осведомляет их как может, но все-таки мошенники умудряются, находят схемы, которыми вымогают у них деньги, выманивают. Те же самые обещают провести медико-социальную экспертизу, присвоить группу инвалидности за какие-то деньги. То есть это уже даже не с посредством общения, смс и телефоней, это вживую в какие-то моменты. То есть призываю не вестись на эти уловки и понимать, что медицина построена на бесплатной основе. И все, что положено гражданину, он получит. То есть для этого и созданы разного рода комиссии, разного рода службы. По коррупционной составляющей во всех организациях присутствуют специалисты, которые занимаются этими вопросами тоже. Антикоррупционная деятельность. Все верно, но самое главное держаться подальше мошенников и этих смс, переходов по ссылкам. Не уверены, есть необходимость вам получить какой-то медицинский документ, обратитесь в колл-центр с этим вопросом, в приемную главного врача. Вот мне пришло уведомление о том, что там мне загружен такой-то документ именно в виде СНС-сообщения. Медицинские организации не рассылают такие документы в виде СНС-сообщения, перейти по ссылке. Все, что мы загружаем, находится на госуслугах непосредственно. Все, что приходит уведомление, оно носит информационный характер о том, что приглашаем вас пройти диспансеризацию, напоминаем о том, что вы записаны. Никаких призывов перейти куда-то по ссылке нет. Очень хороший такой посыл и очень хорошие пожелания, Алексей Юрьевич. Спасибо большое. Ну, хочется сказать телезрителям тоже, что мы медики, вместе с специалистами автоматизированной системы управления, тоже будем делать все для того, чтобы действительно и пациент был доволен, и чтобы доступность была медицинская, чтобы качество было. То есть мы над этим всегда будем работать и стараться идти вперед, правильно? Конечно, разумеется. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. Ваш доктор Смирнов. Спасибо. 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 Спасибо.